Полина, мы поздравим тебя с великолепным выступлением. Это было просто шикарно, у тебя очень такой эмоциональный номер с глубоким смыслом, и я уверена, что он никого не оставил равнодушным. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас чувствуешь, и что ты чувствовала, когда ожидала результатов? Во-первых, спасибо большое, а во-вторых, я даже не знаю, я вот сейчас чуть-чуть успокоилась, то есть я более-менее начинаю как-то осознавать, вторая победа России на детском Европе, это круто, знаете, и я даже не знаю, что ещё и сказать, что насчёт моих чувств, потому что, ну вот, уже в принципе как-то потихоньку-потихоньку начинаю приходить в себя, но всё равно руки трясутся, в голове каша, ничего, не могу связать даже два слова, поэтому... Тебе тяжело далась эта победа? На самом деле очень тяжело, я очень много работала, мне было безумно тяжело, потому что вот в этом учебном году у нас была как бы и школа, я ходила в школу и много пропускала, а нашим учителям вообще всё равно на Евровидение, они на Евровидение, в общем, они сказали, учись, иначе будешь получать плохие оценки, а я считаю то, что я должна получить образование, чтобы как бы жить дальше, себя обеспечивать и быть как независимой женщиной, поэтому... Вот, были проблемы с учёбой, и много болело из-за нервов, и были нервные срывы, и все дела, но всё закончилось. Закончилось самым лучшим образом. Ты эмоциональный человек, да? Очень. То есть я настолько... я могу неспроста просто взять и заплакать, если я увижу там какие-нибудь, ну, нехорошие картинки, ну, не знаю, в плане там животных каких-нибудь, которых... ну, бездомных, не знаю, людей, детей, которые без родителей, и поэтому мы именно взяли такую песню, так как я могу её полностью прочувствовать, полностью ощутить, и первые разы, когда я начала учить песню, каждый раз она не плакала, и вообще вот очень часто плачу над песнями, и все дела, очень возбудимый, вспыльчивый человек, но я надеюсь, это скоро пройдёт. Ты устаёшь от музыки? Нет. Никогда? На самом деле, знаете, как уставать от музыки можно? Это когда у меня левое ухо не слышат уже под вечер, вот это значит, что я устала, а так нет. Вдохновение откуда берёшь для творчества? На самом деле, люблю смотреть зарубежных артистов, зарубежные шоу, как «Америка ищет таланты» или там «Американский экспактор», вот что-то такое. И вообще меня вдохновляет моя мама, говоря, давай работай, иначе будешь лодырем, будешь бомжом, будешь сидеть на улице и ничего не делать. Спасибо большое, Полина, мы ещё раз поздравляем тебя, спасибо за победу.